Дорогие друзья, если вы живете в тех городах, которые здесь написаны, то скоро я туда приеду и мы с вами сможем встретиться на наших шикарных лекциях. Приходите, пожалуйста. Как объяснить детям? В скобочках. Много, маленькие. Интересно, сколько много и маленькие. Почему дед рядом папа в период его дистанцирования? Что сказать детям во время его возвращения после дистанцирования? Я не думаю, что детям прямо есть смысл погружаться во всю эту историю. Дети, дети, папа вчера дистанцировался, давайте, ну и так далее, и так далее. Дети, папа вернулся, папа вернулся, папа одумался. Ну, что сказать? Ну, а что вы говорите, откуда берутся дети, откуда берутся инопланетяне? В зависимости от возраста ребенка, ребенку надо дать некую схему, которая, подсказывайте, что делает? Объясняет. Детям не надо объяснять. Детей надо успокаивать, конечно. Объяснили все. Ну, тут к вам же приходил ребенок, говорит, откуда берутся дети? Оп, ребенку два года. Ну, капуста. Он такой, все. Два года спокоен. Потом приходит, мам, подожди, подожди. Так все-таки откуда берутся дети? И ты такая, сын подрос. Аист. То же самое и здесь. Можете историю про космонавта, папа на задании, папа в командировке, папа там еще что-то. Не надо говорить, ты должен знать, твой папа скот, мерзкое животное. Я ему наплевала в рот, выгналась дома и за ним проветрила. Ну вот, ну нет, нет. Я донес свою мысль? Друзья, вы можете, если вдруг, ну, ну, не дошло, такое может быть, потому что я часто не отвечаю на вопрос, а просто сдаю атмосферу. Ну, читая с выражением, что стало понятно мое. Иногда я письмо просто читаю с выражением и становится ясно, что я по этому поводу имею в виду. Мужчина зарабатывает нерегулярно. Интересно что? Интересно. А если он регулярно? Вот у меня вот этот вопрос. Хорошо. Внимание и забота на 100%. Ну, а что делать? Денег-то нет. Придется компенсировать вниманием. Дорога. Денежки принес? Нет, принес вниманием. Внимание и забота на 100%. Любит и заботится о моих детях от первого брака. Я могу как-то повлиять на стабильность его дохода. На стабильность дохода мужчины влияет страх отсутствия стабильности дохода. Вот я очень много работаю, хочу заработать много денег, потому что мне страшно быть бедным. Пока у мужчины этой проблемы нету, ему легко жить в мире, где у него доход какой? Нерегулярный. Потому что есть баба в оранжевом жилете. Ведь в Москве же мы знаем, женщина может заработать и на себя, и на своих детей, а многие на своих мужиков. А вот мужчинка не может. Ну как? Работа нерегулярная. Ну, есть снег? Чистю. Нету? Нечистю. У меня сейчас показалось, что я донес свое отношение. Вот как жить? Хороший вопрос, прямо сходу на меня. Ну как жить? Если у меня в 2017 году была... Какая-то, блин, болезнь. Какая-то болезнь. Хожу с протезом, что-то с молочной железой. Муж с седьмого года перестал выполнять супружеские обязанности. В скобочках старенький. Понимаю, что в свои 57 лет я еще неплохо выгляжу, и мужчины много интересуются. Но муж и комплекс. Ну, то есть, ее останавливает. Муж и комплекс. Ну, что у нее грудной протез, и это сдерживает меня. Что посоветуете? Вопрос со звездочкой. А что это означает? Сложный. А? Сложный. Со звездочкой это сложно? Да. Вот я удачненько заехал. А я думаю, что он такой сложный? Главное, с обниманием же не прочитаешь, с выражением, да? И не высмеять, и не... Что делать? Муж внимания не уделяет, он старенький. Мужики есть, но я комплексую. Ну, вот, жить как живешь. А что я вам могу подсказать? Ну, давайте, бросай мужа. Странный, да, совет? Или, да, не комплексуй, стань, ну, боком. Ну, или как-то рабочей стороной. Ну, нет, это, ну, ваше решение. Ваше решение. А что думаете, огромное количество людей живут, ну, прямо в регулярном сексе? В сексуальной совместимости вообще не бывает. Мы это знали, тысяча раз уже об этом как бы говорили. У всех какие-то проблемы. Либо понос, либо золотуха. Муж старенький не выполняет. Если у мужчины есть хотя бы один пальчик, его нельзя назвать импотентом стареньким. Я мысль донес? Все, спасибо. Она просто долго приходила, не знал, как сформировать. По-моему, хороший совет сексолога сейчас. На этапе близости нужно ли объяснять ухажеру, как реагировать на женские истерики? Да, конечно. А когда вы еще планируете это объяснять? Этап близости и подразумевает объяснение мужчинам, или сначала не надо объяснять, сначала посмотрите, как он реагирует. Потом попытайтесь объяснить. Мужик не образован в этом вопросе. У нас большинство не образованы, не понимают, как реагировать. Потому что в нашем мужском поголовье, в сообществе, у нас принято так, что баба истерита, поставь себя как мужик, скажи, цыц, сука, что ты мне мозг выносишь? Я тебя пою, кормлю, что тебе еще? Ну, такие тоже есть варианты. Женщина должна быть тихая. Как фаоянцевая. Стоять в уголку. Ждать, когда позовут. Может и так. Поэтому, прежде чем выходить замуж, спасть им, жить, переезжать, строить какие-то отношения, брать ипотеку на 600 лет, нарожать детей, маленькие, много. Надо узнать, что за человек. И в том числе, увидев, он вообще может принимать твои негате, как он жив. Ну, на первом этапе, первый этап у нас близость, второй этап, первый этап знакомства, второй этап сомнения, третий этап, исключительность. никакого смысла переходить к следующему этапу, посмотреть, ну, как оно, ну, в беде, вот это все происходит. Поэтому вы абсолютно правильно сформулировали вопрос и прямо угадали с этапом. Четвертый этап. Этап близости нужен, чтобы увидеть, что люди какие? Что формируется? Дружба. Дружба формируется. Дружба формируется, когда приятели, товарищи переросли в друзья, увидев, как человек ведет себя в экстремальных ситуациях. Когда ему плохо, когда ему, ну, и так далее, и так далее. Задайте наводячий вопрос. Не вижу, но чувствую, что кто-то беспокоится. Ртом? Вот прямо у людей придумана такая история. Рот, язык, вот эти все... Не-не, куда кинуться? Девушка задала риторический вопрос. Вот. Я на вашей стороне, вы видели? Кстати, неплохо Добрака уточнить. А вы можете ему что-то объяснить? Потому что, если вы ничего не можете объяснить, не надо горечиться выходить замуж. Это же серьезный процесс. Надо подбирать человека, который вам подходит и которому подходите вы. Потому что иногда есть люди, которые нам кажется, нам подходят, но мы им не подходим. Ну, вот я не знаю, мне вот 300-ый круизер подходит по стилю. Ну, я к нему вообще никак не подхожу. Разве что в ипотеку на 600 лет. А если мужчина считает, что в браке повторится сценарий моих родителей, а я хочу новый сценарий отношений, реально ли его убедить в этом? Убедить можно даже кого угодно, в чем угодно можно убедить. Тут надо себя убедить. По какому новому сценарию ты планируешь строить отношения? Потому что где мы берем сценарий, где вы взялись, вот, дорогие друзья, не риторический вопрос, не волнуйтесь, без микрофончика можно подкинуть. Где вы взяли сценарий, как строить отношения? Ну, вы где-то подсмотрели. Подсмотрели у близких людей, которые на вас максимально влияли, которые произойдили впечатление, которые вас что? Образовывали, воспитывали. На 80% это сценарий в семье, потом общество, образование, религия, ну и так далее, и так далее. А других вариантов нет. То есть, не так, не бывает. Сидит такой, мужик такой. Что ты чувствую? Не знаю, наверное, это эрекция. Хочу бабу. Надо построить с ней отношения. Как? И так, с белого листа, креативить. Сначала увожу ее в пустыню. Потом, через 6 дней, жажды, я сейчас от фонаря придумал. Нет, мы просто, мы видели, как это делают другие. Как делают окружающие, старшие, парни, папы, мамы, друзья и тому подобное. И у нас какой главный совет? Найди бабу, которую ты хочешь. Дождись, пока она тебе даст. И максимально долго, пока нравится, не женясь на ней. Если удастся соскочить, красавчик. Если не удастся, добрый вечер. Так узнала мама моего отца. Вот. Какие другие есть технологии? Есть. Та же самая технология, но с другой стороны, с какой? С женской. Тоже рассказали, показали, посмотрели. В кино, в музыке. Вот. Кино смотрите? Смотрим. Музыку слушаете? Слушаете? Хоть одно что-то счастливое было там? Ну вот. Счастливый семейный брак в кино, и вы такие. Ну единственный сериал был «Счастливы вместе». Ну там дебилы собрались, помните? И ты такой смотришь, говоришь, твою маму, а что психиатра в кадре нет? Ну вот как-то так. Все остальное? Ты ушла, я остался, я страдал, а я хотел, пусть твои окна смотрит, розовый вечер, признаки разлуки, ну и так далее. Вот и живем в такой истории. Строим. Сначала тыкаемся, с кем попало, потом живем с тем, с кем тыкались. Я, наверное, не прав, да, сейчас? Обычно все по-другому. Когда девочке 13 лет, родители, понимая ответственность и необходимость девочки выйти замуж, находят достойного партнера, подготавливают сватов, или как они называются, они идут договариваются, долго узнавая, что это за человек. Потом где-то девочке сообщают, это твой муж. Да, вот тот с лего. А потом, когда они дорастают, впервые друг друга видят, и Женя, и живут 600 лет. Процент развода 1. Гикарис. Вот мы-то со своими 80% развода святые люди, свободные люди, свободные люди. Баба! На в нее вонзился. Теперь с ней надо жить. Как с ней жить? Она ж, она мне дала сразу. На ней надо жениться, родить детей. Она же легкая, напередок. Да я сама за тебя не выйду, ты алкаш, господи. Ты штыкаешь всех подряд, блин. Кстати, может кто не знает, но я уже какое-то время работаю над своей речью и уже не матерюсь вообще. Если вдруг не получится сегодня, знайте, что намерения они первичные. Дорогие друзья, если вы живете в тех городах, которые здесь написаны, то скоро я туда приеду и мы с вами сможем встретиться на наших шикарных лекциях. Приходите, пожалуйста. старт.